Музыка Старинная русская крепость Остсовец располагалась на границе Польши и Восточной Пруссии. Она прикрывала направление, идущее из Восточной Пруссии к Белостоку. Она располагалась по обеим берегам реки Бобр или Бебже и перекрывала фактически в этих местах единственный проходимый участок, где были мосты, где была железная дорога, западнее и восточнее этого участка. Осенью, летом период дождей, там все это заливалось, и пойма реки достигала ширины полтора-десятка километров. Непроходимо даже для отдельных людей, не говоря уже о воинских массах, об артиллерии, об обозах. То есть крепость играла очень важную роль. И поэтому вокруг этой крепости и развернулись очень значимые военные события. В частности, в направлении Оссовца началось наступление первой ландверной дивизии генерала фон дер Гольца. Немцы бросили на взятие крепости Оссовец так называемый блокадный корпус. В этом блокадном корпусе было 11 ландверных полков, около 7 или 8 ландштурмовых батальонов. А всего, вся пехотная сила блокадного корпуса составляла 40 батальонов. И русские могли им противопоставить всего 27 пехотных батальонов. И тоже примерно такое же количество тяжелых орудий. Были намного меньшего калибра орудия, и они были устаревших типов. Они были времен русско-турецкой войны. Германии использовали все их новое милитарное оружие в бою. Эти известные сида-сидаи, Биг Бертос, были переданы. Казематы, укрепления, крепости Оссовец не были рассчитаны на попадание таких снарядов. Над крепостью все время взвивались огромные фонтаны земли, воды. Стоял дым, гарь, пыль. Значит, рушились кирпичные дома. Все окопы, всякие брустверы на валах, траншеи. Все это было сметено с лица земли. И со стороны казалось, что в крепости не останется никого живого. Бертос-бертос, китайские бруси, переноварая страдать. Это было стремится вайти, где lasts по 3-4-4-4-5-5-6-5-6-5-6-5-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6. Ну, значит, как выяснилось, бомбардировка не привела к падению крепости, потому что стреляли немцы много, но в основном пехота уцелела, артиллерия понесла потери, но сравнительно незначительные, и, в общем, крепость боеспособности не потеряла. И когда после окончания бомбардировки 6 марта немцы опять пробовали вести пехотные атаки, они были встречены, опять же, заградительным огнем нашей крепостной артиллерии и поняли, что бомбардировка не удалась. Вот это был второй штурм крепости в очень серьезные испытания, которые крепость мужественно выдержала. Наступила весна. В апреле, в мае, пока вот была весна, пока было много воды, было затишье. В июне вода, конечно, стала спадать, обе стороны вели фортификационные работы, и немцы вели, укрепляли свои позиции. Видно было, что немцы что-то усиленно роют там у себя. Наши разведчики, ходившие туда, не могли понять, что ж немцы там роют. А немцы, оказывается, готовились к газовой атаке. То есть надо было оборудовать плацдармы для того, чтобы разместить там большое количество сотни газовых баллонов. Организовать скрытный вынос этих баллонов на передовую позицию, значит, все это колючей проволокой было опутано, чтобы наша разведка туда не могла подлезть. На 6 августа, в 4 а.м., немцы использовали токсическую газу, тощую воду хлорин и бромиду, которая оборудовала русские дефенсивные линии в 10 минутах. Газовая высота была примерно 12-15 метров high, и с высотой шириной 8 километров. До сих пор он имеет такую интересную особенность, соединяться с парами воды и образовывать соляную кислоту. То есть фактически человек поражается очень тяжело и жестоко, дыхательные пути, и человек фактически выплевывает свои легкие вместе с кашлем. То есть, конечно, это очень страшное поражающее средство. Немцы сказали, что дорога на Советском Союзе не было. И это было действительно так. Сопротивляться им было некому. Но дальше начались интересные вещи. Но когда германсы находили русские дефенсивные линии, the Russians came at them with a ferocity, growling a piercing scream of victory at their adversaries as they raised their bayonets with an almighty charge. All in all, there were just 100 Russian soldiers dying and wounded versus 7,000 German soldiers. Barely able to stand, they rose to fight for the last time. They knew there was no hope for them to win. A wash with the toll only war could take on a man. The Russians were battle-worn and weary. Their skin burned by poison gas. They spat blood and sometimes parts of their lungs. However traumatized, the Russian soldiers moved forward, regardless of the pain, with death quickly approaching. Так вот, этими ротами землянского полка, это были 8-я, 13-я и 14-я роты, сначала их повел в бой командир 13-й роты, подпоручик Владимир Карпович Котлинский. Значит, он вывел войска в пределы видимости немцев, сумел, значит, правильно распределить цепи полка и повел их в штыковую контратаку. Значит, им удалось контратакой отбросить эти немецкие войска, ворваться на свои старые позиции. Потом Котлинский был ранен, как известно, смертельно был ранен, и он умер от ран. Вместо него командовать войсками стал доброволец, подпоручик Владислав Максимилианович Стржимовский. Он стал командовать этой ротой вместо Котлинского и завершил то дело, которое начал Котлинский. The suddenness of the attack and the appearance of the enemy frightened the Germans, who would retreat from this battle. Three regiments, 7,000 soldiers, ran away, threading themselves down. By 11 a.m. it was all finished. The necessary positions now cleared. The Russian forces, artillery, were cleared to fire at the German trenches. Наш гарнизон, в общем-то, выполнил стоявшую перед ним задачу. Оперативная ситуация на фронте после горлицкого прорыва сложилось неблагоприятно для русских войск. Началось великое отступление, и крепость пришлось оставить, чтобы ее гарнизон не оказался в глубоком тылу противника и не попал в плен. Польшу отставляли под натиском немецких войск. 18 августа пришел приказ о эвакуации крепости. И в течение примерно недели крепость была эвакуирована, вывезена артиллерия, инженерные, артиллерийские, продовольственные запасы. И 23 августа верки крепости были взорваны самими же русскими. Немцы спохватились, но уже было поздно. То есть это сумели русские сделать для них неожиданностью. И вот эти развалины до сих пор на территории Польши существуют. Поляки вроде бы там музей какой-то даже организовали вот этой советской крепости. И я думаю, что побывать там, посмотреть, это, конечно, было бы очень интересно и мечтой любого военного историка, который изучает эту эпоху. Сколько на веку повидала Русь лютых нехристи ворога, Сколько раз налетались стаями черные вороны, И дымился закат кровавый на мечах палачи, Сто главных на потеху демонам войны. Сколько было слов, сколько было слов В оправдании трусости, Сколько в деревнях горевало вдов Из-за подлости, глупости. Но сходил святый дух в земное, И вставали полки стеною, Чтобы веру русскую спасти. С нами Бог Истины, добра и чести, С нами Бог Бездюй 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 С нами В душах полумрак Хочет потушить в них Лампаду последнюю Но пока я живу и верю Этот свет озарит, согреет Даже перед бездной на краю С нами Бог Истины, добра и чести С нами Бог Прямо здесь и сейчас С нами Бог Смерти нет, пока мы вместе Здесь ты жить по правде мой На земле не останется нас На земле не останется нас На земле не останется нас Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok